Итак, сегодня будет фундаментальный обзор акций Детский мир и Русал. Начнем с Детского мира. Для начала я хочу обратить внимание на то, что буквально на днях на предыдущей неделе проводилось СПО данной компании, а именно АФК-система продавала, насколько я помню, 23% акций Детского мира. Ну, для себя она продавала, естественно, в прибыль. Вот, второй момент. Покупали акции Детского мира, это британцы, американцы и инвестдома из Российской Федерации. Я клоню к тому, что если покупали эту компанию, все-таки иностранные фонды, иностранные инвестдома, значит компания реальность потенциал и заинтересован в страну уже иностранных инвесторов. Про потенциал я скажу чуть позже, при этом приведу непосредственно финансовые отчеты данной компании за текущий год. Ну и плюс ко всему стоит понимать, что компания довольно рентабельная в своем соотношении, и в своем секторе она является одним из лидеров, так как ее непосредственные товары пользуются активным спросом. С точки зрения мультипликаторов, P&E составляет 10,8, P&E составляет 0,8, P&B 1405. Далее. С точки зрения прогноза по росту выручки и чистой прибыли, непосредственно аналитики рассчитывают на то, что выручка и чистая прибыль данной компании будут из года в год расти. Также преимуществом детского мира является то, что она в российский кризис не просела в отрицательное значение ее прибыль. Видите, с 2014 по 2016 год. Она в зеленой зоне, то есть компания получала непосредственно чистую прибыль, и особо кризисное время она на себе в то время, в тот момент времени не испытывала. Но есть одна проблема в том, что детский мир, он немного перекредитован. Видите, то же кредитование у него самое высокое, балансовая стоимость была в отрицательном значении, и сейчас она выходит непосредственно в положительное. Вот тут надо быть немного поаккуратнее. С точки зрения дивдоходности компания представляет наиболее перспективную доходность в размере до 10%. То есть можете видеть, она в мае выплачивала 4,45 рубля за акцию, и теперь в декабре будет 5,06 рубля за акцию. То есть в совокупности получается чуть больше 10%, где-то 10, 10, 10, там 35, 10, 40. Около 10,5%, что довольно примечательно непосредственно для этого сектора в целом. Плюс также стоит понимать, что компания пользуется огромной рентабельностью на этом рынке ритейлинга. При этом дивиденды планируются мало-помалу наращивать. На фоне чего будет расти рыночная цена данной компании в случае повышения дивидендов, а это значит то, что будет расти привлекательность на данную акцию среди инвесторов. С точки зрения бухгалтерского отчета МСФО, то в компании в первом квартале 2019 года была отрицательная прибыль, чистая прибыль по сравнению с 2018. В 2019 году в втором квартале была чистая прибыль, в втором квартале выше в 2,5 раза, чем в 2018 втором квартале. В третьем квартале 2019 года прибыль была выше в 2 раза по сравнению с 2018 годом, третьим кварталом. Это говорит о том, что компания сейчас все-таки заработала за 9 месяцев 2019 года больше, чем за 9 месяцев 2018 года, на фон чего правление компании может сделать приблизительную оценку дивидендов по итогам 2019 года. Не утвердить, а предположить. Утверят они ее непосредственно в апреле, в мае 2020 года, то есть через полгода. Поэтому необходимо тоже ставить акцент на то, что сколько компания заработает в четвертом квартале 2019 года, продажи будут ее непосредственно на новогоднем ажиотаже, то есть такие высокие продажи на новогоднем ажиотаже. То есть там будут брать люди товары в кредит, товары за налик, товары там с чем-то еще. На фоне чего, я думаю, ее прибыль за четвертый квартал, но будет плюс-минус входить в диапазоне с 2016 годом и с 2018. То есть 3,885, 5,694. В таком диапазоне будет ее чистая прибыль за 2019 год, четвертый квартал. И уже по итогам 2019 года по МСФО они сделают непосредственный итог по дивидендам за 2019 год к выплате в 2020. Но, повторяюсь, это будет непосредственно только в апреле, в мае 2020 года. С совокупной точки зрения этой компании все-таки рынком она недооценена. Именно российским рынком. Потому что, хоть она сейчас и стоит 94,5 рубля за акцию, и тем более она сейчас за последний день, повторяюсь, пользовалась активным спросом со стороны иностранных фондов. Поэтому в компании перспектива есть. Но вот я тоже думал ранее, войти, может быть, в эту компанию на дивиденды, которые будут 17 декабря. Но пока точку входа в эту компанию я не нашел. Хотелось бы войти непосредственно сегодня, но, как видите, цена, она за сегодня немного улетела, чуть выше, чем за процент. Вот на этой зеленой свече. Поэтому ожидаем непосредственно толчка вниз по данной цене, чтобы был непосредственно тест этого взлета 22 ноября. Потому что сейчас, судя по всему, и происходит, потому что она должна протестировать свое значение, и потом уже постепенно пойти вверх. Поэтому где-то вот по уровню плюс-минус 93,5-94, я думаю, можно будет акцию постепенно подбирать к дивидендам 17 декабря. Но это непосредственно инвестиде я еще рассмотрю более досконально. И уже в итоговом видео я сделаю про детский мир отдельный формат. Далее компания «Русал». Я про нее уже как и делал месяца, наверное, два назад. Обзор фундаментальный, но сделать могу, в принципе, еще раз. С точки зрения совокупного фундаментального анализа, скажу то, что Пин АЕ 6.9, ПЭК 0.4, Пин АБ 1.1. За текущий год прибыль этой компании снизилась по отношению с 2018 годом. То есть, видите, за первый квартал 2019 год она заработала меньше, за второй квартал тоже меньше. За третий квартал тоже меньше, чем в 2018 году. На фоне чего так мало заработала она? На фоне того, что цена на алюминий, она в этом году находит в своем, грубо говоря, боковике. То есть, она не растет, не падает. Она ходит в одном узком диапазоне. Например, за 2018 год цена была выше, чем за 2019. На фоне чего корреляция в этой компании с ценой на алюминий, но она логична, потому что компания «Русал» занимается алюминиевой, скажем так, промышленностью. На фоне чего так мало она и заработала. Но аналитики прогнозируют такой аспект, что цена будет, точнее, выручка чистой прибыли компании будет расти. Но я хочу поставить свою ремарку. Будет расти только в том случае, когда цена на алюминий будет расти. Тогда будет расти и выручка данной компании «Русал», как говорится, хорошими темпами. Как, например, «Северсталь» растет непосредственно на цене по металлопродукции и на стальную арматуру. То есть, корреляция идет. Потому что «Северсталь» напряженно занимается той-то промышленностью металлургической, а «Русал» непосредственно коррелирует с ценой на алюминий. На фоне чего формируется прибыль от рыночной цены на тот товар, который она производит. То есть, это логично. Далее, что стоит понимать в металлургах и в тех, кто занимается алюминием? Необходимо понимать то, что во время кризисного момента во внешней экономике, внутрироссийской и прочее, они своей чистой прибыли всегда падают. Всегда. Вот, например, «Русал» упал с 13 по 15, когда был российский кризис. Поэтому необходимо все-таки быть аккуратным к этой акции, потому что падение чистой прибыли, оно гордит радикальным снижением капитализации. И то есть, вы там можете заставить свои деньги заморозить на неопределенный срок времени, до тех пор, пока не устаканится внешний фон, внешнеэкономический фон, или там внутри российский экономический фон. Вот. Как восстановится, сразу акция пойдет непосредственно в свой рост. С точки зрения долгов и балансовой стоимости, все-таки долги в этой компании доминируют над балансом. На фоне чего стоит понимать то, что первоочередно задача «Русала» – это погашение долговых обязательств. То есть, как он только заработок ведет ежегодный, он непосредственно большую часть своей прибыли дергает, точнее выделяет на погашение долгов. То есть, это вот необходимо понимать. С точки зрения дивидендных выплат, компания дивиденды платит в первую очередь в долларах. Это первый момент. Второй момент, она их платит только тогда, когда может выделить сумму на дивиденд. То есть, насколько я помню, с 2017 года дивиденды она вообще не платила. То есть, в 2018-2019 она вообще не платила дивы. Поэтому рассматривать не дивидендные компании и это особо нецелесообразно. С точки зрения технического анализа, я думаю, рассматривать эту компанию не будут, так как пока основного драйвера для роста в этой компании еще нет. Но если вы планируете этой компании спекулировать, то в первую очередь обращайте внимание непосредственно на индекс относительной силы RCI и стахастический осциллятор. То есть, когда RCI придет на свое дно, видите, в белую зону перепродности, тогда, в принципе, можете подумать о покупке этой акции. Основные поддержки вот тут находятся, видите, на отметке 26.68. Например, придет сюда, ложный пробой и выход вверх. Тем более, пока акция ходит своим боковиком, скажем так, поэтому можете спекулировать таким образом. Покупать на дне боковика, продавать на вершине этого боковика, грубо говоря. То есть, продавать непосредственно на отметке 29.87. На этом все. Подписывайтесь на канал. С вами Новбиржевик. Канал о рынке акций. У нас здесь основа биржевого торговли, аналитика, обзор акций, облигаций, фундаментальные и технические, а также есть торговые идеи, которые в большинстве своем, на 90% они спокойно выстреливают. Помните, что мы все обречены на прибыль. Лишь грамотные стратегии и умение выжидать эту прибыль нам непосредственно саму прибыль и приносит. На этом все. Благодарю за внимание и до свидания.